Квартира дочери президента Узбекистана Ислама Каримова была взята штурмом. После проведения обыска в квартире Гунар Каримова и все находившиеся там люди, включая малолетних детей, были задержаны, сообщает сайт телеканала РТ. Группа захвата ворвалась в квартиру дочери лидера Узбекистана, спустившись на балкон ее квартиры, расположенной на седьмом этаже с крыши здания. В это время в доме Гунары Каримовой находилось около 10 человек. У всех них изъяли мобильные телефоны и произвели обыск в квартире дочери главы государства. После обыска без предъявления каких-либо обвинений всех прибывавших в квартире Гунары увезли ее гражданского мужа Русама Амадумарова, Гаяной Авакян и Катерину Клюеву с полуторагодовалым ребенком обслугу. Также были изъяты компьютеры, находившиеся в помещении. Позже на официальном сайте генерального прокурора Узбекистана появилось сообщение, что задержанным в квартире Гунары Каримовой предъявлено обвинение по статье «Сокрытие иностранной валюты и уклонение от уплаты налогов». По этим статьям Уголовного кодекса Узбекистана задержанным грозит до 8 лет лишения свободы. Задержание было проведено в рамках расследования незаконной деятельности компании ООО «Террогрупп», ООО «Прайммедиа», ООО «Гамма Промошен» и других фирм. По словам журналиста Антона Коробкова-Землянского, во время силового захвата квартиры младшей дочери Каримовой имам стало плохо. На каретах скорой помощи ее вместе с матерью доставили в одну из больниц Ташкента. Оттуда дочери президента Узбекистана удалось сообщить об области в ее квартире и задержании близких ей людей. По словам самой Гунары, налетом и обыском ее квартиры руководил лично генерал Мульджон Тахири, руководящий службой безопасности президента Узбекистана Ислама Каримова.